всем привет дорогие друзья большой привет из турции наш отдых здесь продолжается говорю тихо потому что все еще спят большинство людей еще спит без 10 7 утра сейчас я наконец-таки поднялась пораньше но я не знаю почему то сегодня вот не спалось вот и хочу все-таки пойти вот здесь рядом есть небольшой лесок и говорят что если вот туда до конца дойти там по тропинке то можно увидеть вот открытое море там открывается очень красивый вид ну и соответственно искупаться сейчас утра пока нет вот такой вот знойной жары сейчас такая тишина на территории один мужчина только мне встретился по дороге и все что больше никого нет не пахнут кстати цветы красивые нам такой цветочек официант подарил пойдемте посмотрим сейчас какая ситуация на море солнышко у нас только-только встает поэтому вот совсем не жарко значит сегодня у нас день рождения у оксаны я и подготовила небольшой сюрприз ну как сюрприз у нас так я у нее спросила я хотела ей подарить комплект постельного белья хороший но и я почему-то жалко и ну договорились что деньгами ей скинула сейчас денежку на карту она сама себе купит все что себе хочет но помимо этого как бы это у нас всегда само собой разумеющийся мы все друг другу всегда дарим деньги еще заказала ей вот такую вот беседку вот такую вот беседку стоит такая беседка 20 долларов сушить а это меньше получается беседка что чем-то или они абсолютно одинаковые там просто когда выбираешь я так не посмотрела здесь как она выглядит выбираешь даже не на схеме а говорят там допустим от 0 до 6 до 6 какую беседку вы хотите но я решила что вот нулевая она все-таки ближе ко всему находится чтоб там туда далеко не ходить сейчас подойдем с вами посмотрим почему кажется что она меньше вот вот это вот беседочка сегодня должны мы здесь быть нулевая потом сейчас придут работники накроют вот это вот все полотенцами в общем они постоянно меняют но мне кажется вот это вот реально больше что ли или они одинаковые или так кажется не пойму в чем дело но почему то вот это кажется больше надо было первую заказывать ладно неважно я думаю что и так будет неплохо должны быть фрукты и бутылка вина сюда входит посмотрим сегодня все с вами а сейчас пойдемте к морю она нет ни одна такая не одна смотрите он там он ведь видно как всходит солнышко какие-то катера маленькие появились а может быть они и были просто я с утра на них не обращала внимание они наверно все ездят я с утра там мужчины ноги ломают в тапочках здесь только в тапочках конечно без тапочек вот таких тоже можно но ноги все можно по переломать лучше в тапочках так удобней и пойдемте смотреть на море кто-то смотрит там уже активно зарядкой занимается и вот вот это вот волна она в принципе присутствует постоянно небольшая то есть как бы небольшая не страшно волну от каких-то таких сильных волн еще ни разу не было у нас за все это время знаете говорят что со временем моря приедается что если ты живешь долго на море что местные даже на море и ходят а вот у меня пока что еще в голове даже не укладывается как можно не ходить на море вот потому что ну вот релакс мне кажется вот ролики они набирают сотни тысяч просмотров вот такие вот для медитации где волна шум волны и какую-нибудь такую медленную музыку там накладывают и вот люди просто смотрят на все это дело успокаиваются потому что вода успокаивает так ну что смотрите сколько людей уже стало в семь часов 10 человек как минимум там уже плавает потому что сейчас такая вот водичка до буйков я доплываю у меня всегда задача когда я буду захожу доплыть до буйков он мужчина тоже до буйков доплыл так ну что вот самый крайний пляж это пляж отель литера или литера или литеры и оказывается то я как ты даже за эти внимание сначала не обращаешь он находится вот там вот на горе и поэтому они вот сюда ездят на небольшой такой машинке их возит то есть сами они туда не поднимаются где-то вот здесь вот недалеко останавливается вон там где-то машинка и поднимает их наверх с пляжи а я почему-то сначала даже не обратила внимание думала как-то у них они выходят нет они не выходят они у туда именно на машинке добираются трактор там тоже стоит вот многие люди кто приезжают кто кто к нам подходит вот зрители говорят что там смотрели ваше видео мы с ними начинаем разговаривать и у всех практически один сценарий купаться первоначально все идут вот сюда на пляж вот этой вот литеры потому что здесь самый лучший заход воду что мелкий мелкий камушек вот схемы со всеми разговаривали а мы туда ходили потому что но у нас заход еще раз говорю только исключительно в коралках можно без кораллов но будет сложно выбраться всех мотыляет в разные стороны волнами потому что камушки они хотят тут очень-очень мелкие не спиваются вот прям вот вот а сюда все идут и мы точно так же там первые три дня сюда ходили и вот все остальные сюда ну а кто-то весь отпуск сюда ходит вот она посмотрите какая прелесть там пляж литеры литеры вот такой вот пляжик пляжик видите песочек вот такой вот здесь миленький у них бунгало но мы эту сушу в первый день показывали и вот здесь вот видите какой здесь чудесный заход мелкий 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 песочек о какой кайф по воде прошла пойдемте сейчас с вами искупаемся с утра с утра это самое вот это вот чудесное время вода теплая вы знаете вот так вот идешь вот понимаете нету вот это вот этого вот состояние когда заходишь и немножко прохладно и и вот как-то вот тебе не посидеть нет ты сюда заходишь как вот в какую-то такую ванну и вот видите здесь такой песочек все я тут же провалилась тут же провалилась и поплыла вот здесь я смотрю все время песок но встречаются какие-то такие камушки кристина вот у оксана рассказывает подруга оксана сейчас они прилетели в агун что мы в какой-то такой санаторий бюджетный и видем идем на пляж ой сейчас пляж пляж а где же бля ну потому что там тоже конечно же валусьте ну везде есть облагороженные пляжи а есть не очень то есть камни где-то какие-то пляжи эти камни огромные валуны расчищают а где-то не я так понимаю и здесь тоже то есть здесь везде нужен уход везде везде нужен большой большой уход вот видите какие они огромнейшие огромнейшие камни вот и там так все и все вон она смотрите сейчас солнышко показывается из-за пригорка сейчас такой как тенек тенек и сейчас будет такой полноценный рассвет есть в жизни счастье вот это вот ли торы на чьем пляже мы сейчас находимся рядом с нами не знаю какой отель но мы постоянно присутствуем на анимации из-за того что наши окна прям выходит на их амфитеатр мы как будто бы у них сидим там на сцене потому что сцены прям вровень находится через маленькую дорожку от нашего балкона вот этот вот ближайший вот этот вот отель не красные башенки это отель сиа лайф сиа лайф вот эти вот как пироженки это кирман кирман отель но вот там вчера мы встретили марию из красноярска отель лотос есть лотос потом по моему меридиан что ли в общем брать не буду не не запомнила название и вот в самом конце это джусиньяна парк конте у них вы читаете вот это вот вся вся огромная территория туда до моря и туда пошла дальше то есть это такой очень-очень большой отель с очень большой территорией ой какой же кайф все смотрите 7 утра вот через 10 минут после того как я встала уже людей ведь как прибавляется уже идут занимать первые лежаки нам сегодня я хотела думаю что спойду лежак займу потом вспомнила что я же отца не арендовала беседку что ей лежак не нужен ешь и цикады слышите какой сильнейший звук от цикад он здесь такой смотрю большой парк там может быть какие-то это обходные пути это вот идеальные фото то здесь шашлыки жарят столь ага да это видимо обходные пяти пути потому что видите дальше пройти нужно как-то он туда вскарабкаться либо обойти здесь забраться не сложно зато смотрите как красиво о мужчина пошел нырять я смотрю сюда много людей уходит где-то они здесь все теряются он там рыбу ловит стоит на пригорке смотрите прелесть какая вот она первое солнышко в 7 утра 7 утра сейчас встает солнце ой что не упала туда вниз здесь вот здесь вот самое главное это удобно обувь чтобы туда забраться вверх это нужно удобно обувь ну ай ну и вот они наверно вот эти обходные пути то есть можно не карабкаться по обходным путям пройти ес я сделала это дошла практически до конца но есть поймите знаете как утро ранее тропинка прошлый раз я все-таки побоялась потому что думаю мало ли что мы смотрю один вроде зашел сюда 2 зашел себя сюда думаю ладно чем я хуже вот так вот вот смотрите безумно красиво это такая вот смотровая видовая площадка на вот эту бухточку ну а там с той стороны мы можем уже посмотреть открытое море ну вот эти джипы сюда уже какие-то могут доехать видимо дорога здесь что ли смотрите как природа меняется на здесь уже как степь такая выжженная вот вот она видите все солнце видно теперь вот наша бухточка уютная а вот она морюшко открытое уже надеюсь тут никого в этой машине нет вот они смотрите скалы но это кстати очень похожая вот аской мак и джико мы были там тоже также вот бухта и тоже выходишь с другой стороны скалы вот они смотрите здесь какие огромнейшие скалы боже мой вот сейчас 7 45 я добрела опять до нашего пляжа смотрю здесь какие-то дети спортсмены бегают видимо отдыхаешь ты лагер какой-то вот и вот без 15 8 нужно приходить занимать лежаки ведь еще хоть какие-то есть всем я желаю все лежаки были свободны а 8 уже потихонечку все занимаются об очках смотрите объявление вчера были потерянные очки кельвин клеен нашедшего просьба передать очки на ресепшен это вот к этому вопросу сейчас немножко я поясню когда мы собирались на отпуск в болгарию я купила себе как-то очки за 7000 рублей конечно был не кельвин клеен но для меня 7000 рублей это ну такая была большая сумма на очки потратить мне было жалко ну думаю ладно как бы можно себя побаловать и где-то на четвертый день наверное нашего отпуска у меня эти очки унесло в море волны потому что в болгарии были очень большие волны я пошла купаться мне причем очки были надеты меня вот так вот смыла волной перекрутила очки остались в море после этого я еще как-то раз купила за 6000 очки и это же точно таким же образом их утопил поэтому с тех пор я не покупаю дорогие очки покупаю вот в районе там 2000 до то есть как бы потому что они у меня в любом случае до конца не доживают либо я их где-то забываю либо я их оставляю либо еще что-то не беру вот маячки не живут долго ночью утра у нас 30 градусов завтрак смотрите какая атмосфера на завтрак как разумеется все подходят кто во сколько но бы это вот там клуб мини это за кофе выстроилась очередь но сейчас уже подошла вторая девушка сейчас она быстренько пройдет я себе здесь вот такой вот сегодня место выбрала вдали от всех вот так вот сидеть на не знаю мне как-то вот так вот нравится когда ты сидишь вот любуешься созерцаешь вот это вот все очень здорово вот здесь у нас еще один бар здесь 5 часов делают напитки но мы здесь ни разу ничего не брали кстати пять часов что ли он открывается может быть раньше тут даже я сюда и не подходила оксана подходила тоже вода в общем все что касается напитков просто смотрите здесь как красиво вот это сделано оформление от этого кафе стол такой он сделан вот из какого-то бревна по сверху вот такая вот это зеркальная поверхность из стекла смотрится оригинально и очень очень вот эти вот удобные кресла кресла диванчики не перестаю наслаждаться уже второй завтрак сейчас получается мамси как всегда изюм финики же это да не финики я пленю зерри все время их путаю мне что финики что инжир в общем а я себе взяла вот так вот мед и сыр сейчас и пропали соты вот когда мы приехали был мед в сотах сейчас его нет сожалению так где вы мам прямо вот назад на завтрак из фруктов ведь только арбуз сливы и груши последний последний по правому ряду время видите пол девятого уже вообще никого в очереди за чаем за кофе нет смотрите при входе в отель есть вот такой вот тепловизор то есть сейчас уже не нужно измерять стоять с градусником вот ваня стоит у него видите 36 и 5 то есть ты когда на входе идешь у меня тоже 36 и 5 то есть люди здоровы что эти как здорово то я ходила за ваней он у меня на завтрак не не ходит сейчас он у меня проснулся сейчас посмотрим как там мама с оксаной расположились нет вами как я могла слышать если меня дома не было как ты пел давай еще раз поем споем happy birthday to you happy birthday в общем вот так вот смотрите расположились здесь это классно здесь в тенечке а фрукты не сразу приносит потом попозже наш обед у вани царский обед он нашел здесь хот-дог сегодня хот-дог счастью нет предела вообще вот она вот это вот закусочная рядом у нас сегодня с нашей беседкой и связи с тем что она рядом накрыли себе стол здесь да здесь конечно же у нас присутствует весь фастфуд я себе взяла арбуз ваня тебе почему-то два от жадности взял я ему сказал что он ни за что в жизни не съест еще и бургер попросил но бургер то точно ты не съешь ну ладно в общем будем кормить кошек как здесь очень много и они с удовольствием едят бургеры хочу сказать что беседка стоит вот аренда 20 долларов вот принесли они бутылку вина без стаканов стакан это я уже сходила в соседний бар взяла ну как бы то есть ты должен от бегать искать но если тебе вино принесли но мне кажется автоматом должны принести тут же и стакана ну какие-то бокалы и не за но либо чтобы здесь посуду не били одноразовые в любом случае нет почему-то об этом здесь не думают в общем идем на праздничную фотосессию еле собрались нужно быстрее быстрее а это же нужно высушить представляете всем ну в общем собрались пойдем сейчас потом покажу вам что у нас получится наш фотограф наш фотограф который в отеле оксана сколько фотосессия стоит оксана заказывала фотосессию так как фотографа зовут знаешь что я уже давно я выучил вас русский язык да работаю в туризме последние три года работаю с фотками но мне очень нравится вас русский язык русские люди славянские душа я все вас русский звучит мне очень нравится но молодцы молодца а камера какая у вас профессионально это кэнон и никон они канала простой но как калашников хорошо работает как конечно сейчас пооценим сейчас оценим пойдем как работает пойдемте хорошо как раз фотки производят когда ты нажимаешь на кнопку громкость профессор мою палки в общем ведут нас на фотосессию где есть красивые кадры я вам сейчас покажу как вот это вот со стороны допустим смотрится место какое-то да и как это выглядит со стороны вот если профессиональный фотограф потом кадры когда будут ставит как это выглядит а еще надо аккуратно чтобы тебе запись закончить смысл потому что штука может закончить запись видео так вот смотрите вот такая вот локация здесь да что там где в год два три как туда где вас цветок как большие да но давайте по мне так вот это самая красивая картинка бассейн и море а мы идем куда-то в зелень фотографироваться тебя закончится я не любитель фотосессий не знаю почему вот я их практически никогда не заказывал на фотосессию мы делали в египте с вами лимона растет камеры растут это вот сейчас мы идем с вами по территории четверки до чего же здесь красивые цветы впереди здесь кстати много где вот эти вот красные много где такие цветы растут даже лавочку нам поставили сейчас вот так вот все это смотрится стороны потом посмотрим как получится к боку оксана по центру а мне сзади встать а мне сзади давайте давайте вот так идем а по кармашек у тебя вылез идем следующий локации вот это было вот это и потом я вам ставлю фоточки как получилось сейчас посмотрим куда мы идем дальше вот это классный будет кадр смотрите какой нам на бассейн сказочно в общем фотосъемка чем-то напоминает уроки йоги я вот так сказала так так замри так посмотрим делали мы по-разному мамочка люблю ведь сейчас солнце вот как раз таки садится сейчас закат идет и вот на закате вот такие вот фотографии сейчас потом посмотрим да не он не хочет на пусть сидит уже он не любит не любитель этих фотографий маман маман как будто бы все море объяла все море объяла красиво не то я же не фотографировал фотограф у нас вот пушкин это пушкин он сказал что что сделает все как надо посмотрим не хотел фотаться совсем он не любит тоже я попросила надеть носки и туфли фотограф нас попросил подойти к морю разумеется ваня идет с мокрыми бань пошли на туда справа сейчас вообще придется переобуваться и одевать тапки что-то обиделся я тоже в мокрых иду я об этих не ожидала тоже в море прыгать волна накрыла сейчас тоже отлетят все камни у меня от босоножек их мочить нельзя ни в коем случае это все мелочи жизни идем на праздничный ужин что ужин говядина имени сейчас придет этот арбуз ваня не знаю чем там съест и похвал мама в общем дорогие друзья вот таким вот образом закончился наш день конечно же мы показали вам далеко не все но это знаете в два в один влог очень сложно все вместить потому что очень много вот этих вот событий получается что там уже по видео опаздываешь на два дня у меня спрашивают ли это сегодня было а это уже два дня назад было но в любом случае я думаю что это интересно посмотреть каким образом сейчас проходит в данный момент отдых в турецких отелях и я надеюсь что вы отдыхаете вместе с нами ну а всем как всегда добра удачи позитива и обязательно увидимся с вами вновь завтра едем на экскурсию пока пока раз показывал вам нашу анимацию мамы на балконе у меня чуть дальше получается у них прям совсем как будто бы ты сидишь на анимации маме сейчас нужно было достать белье с балкона она пошла и забыла что тут сидят зрители у нас рядышком вот таким вот образом видите заканчивается наш день под зрительские овации я тебя поздравляю счастье желаю мира желаю я тебе обещаю будет все хорошо теперь я тебя поздравляю еду я за надежду я за надежду тос пом 라�يم happy я тебя обещаю будет все хорошо потом будет все хорошо кв monthly покажи я т Hurry д мы бегем 做 с г va Субтитры подогнал «Симон»